Ботаники изучают жизнь всех видов растений, зоологи – строение и повадки самых разных животных, а экологи стремятся понять, как взаимосвязана жизнь животных, растений и других живых организмов в разных природных сообществах, например, в лесу. Как же устроен этот волшебный дворец, сказочно красивый и зимой, и летом, и осенью? Лес – это прежде всего деревья, но не только. Есть в лесу кустарники, травянистые растения, грибы и даже бактерии, которые не видны без микроскопа. Растения в лесу расположены как бы этажами. Главные в лесу – большие деревья – ель, сосна, дуб. Второй ярус – деревья поменьше – черемуха, рябина. Еще ниже ростом – кустарники, а по земле стелятся травы, мхи и лишайники. Живые организмы леса – это растения, грибы и бактерии, а также животные, для которых лес – родной дом. Лес дает им пищу и укрытие. Все они составляют природное сообщество. Но жизнь лесного сообщества зависит от неживой природы – солнца, воздуха и воды. Благодаря им растения накапливают питательные вещества для себя и для разных животных, обитателей леса. Но не все леса одинаковы. Леса бывают лиственные, хвойные и смешанные. Если в лесу растет больше лиственных деревьев, то такой лес называется лиственным. Если больше хвойных деревьев, то лес называют хвойным. А если в лесу находятся лиственных и хвойных деревьев примерно поровну, он именуется смешанным. Жизнь леса невозможна без почвы. В ней, кроме почвенных животных, о которых мы уже говорили, живут великие труженицы – бактерии. Это совсем крошечные организмы. Их можно увидеть лишь в микроскоп. Они перерабатывают упавшие листья и засохшие части растений, а также тела погибших животных. Под действием бактерий все отмершие части растений и останки животных превращаются в перегной. Из него постепенно образуются минеральные соли. Эти соли растворяются в воде почвы, и их вновь используют растения. А растениями питаются животные. Таким образом, вещества путешествуют в лесу по кругу. Происходит круговорот веществ в лесном сообществе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова